Ну вот, первый инструмент, о котором мы поговорим, это вот сегодняшнее мое приобретение под названием «Волшебная третья рука». Приобрел я его в городе Серденецке в магазине «Дом сварки» за целых аж 45 гривен. Кто не знает, сколько это в долларах, ну, ориентировочно это, наверное, где-то около 6 долларов. 6 долларов за кусок железа, плюс двое щипцов, плюс даже вроде бы как работающая линза. Ну, не знаю, насколько она полезна или не полезна. У меня есть микроскоп для пайки мелких деталей. Ну, я думаю, что в большинстве случаев она, наверное, сыграет какую-то положительную роль для любителей попаять всякую мелочь. Что интересно в этом девайсе, вот эта ножка, она довольно-таки тяжелая. Судя по всему, она сделана из чугуня. Хе-хе, не из чугуна. Вот. Довольно-таки грубая и довольно-таки тяжелая. Вот. Остальное все сделано из нержавеечки, не очень толстенькой такой. Ну, вот эти вот крокодильчики, они довольно-таки жесткие. И я думаю, что они, в случае чего, они справятся с удержанием как больших, так и маленьких, как легких, так и тяжелых вещей. Ну, например, вот давайте попробуем карандашик. Гляньте, хорошо так держим карандашик. Я думаю, что провод. Или, ну, вот, например, да, кусочек вот такой. Или еще какую-то вот аналогичную вещь. Вот, например, вот кусок силиконового провода, да, зажмем. Опс. Я думаю, что будет держать довольно-таки неплохо. Но вот при этом мы сможем абсолютно, так сказать, устойчиво подпаять второй кусок, второй кусок провода. Ручные фиксаторы. Вот здесь такие фиксаторы. Фиксаторы в виде ключей, не знаю, в виде замков, как их назвать. Ну, вот, они, в принципе, довольно адекватные. Держат теоретически нормально. Ну, судя по всему, исходя из цены и, как бы, и качество должно быть соответствующее. Вот, судя по всему, это изделие тоже made in China. Вот, сделано в Китае. Поэтому особых эксклюзивов в нем ждать не стоит. Но, что интересно, все вот, все вот эти подвижные части, если их невозможно открутить руками, то их возможно некоторые вещи открутить плоскогубцами. Вот, вот этот, вот этот ключик, да, я ближе покажу сейчас. Сейчас, секунду. Вот, вот эти два ключика, да, их можно открутить плоскогубцами и при этом передвинуть как линзу лево-вправо, так и общую монтажную речку влево-вправо. Вот, ну, вот качество, если, я думаю, видно, что уже здесь, в данном случае, да, идет изгиб металла. То есть, металл какой-то, ну, если не мягкий, то очень мягкий, грубо говоря, китайский. Поэтому, многого ожидать не стоит, но я думаю, что со своими функциями фиксирования проводов, там, или мелких деталей для последующей пайки, это устройство должно справиться. Тем более, что даже лупа за эти 9, о, за какие-то, за 6 долларов, лупа дается в комплекте. Вот, смотрите, как увеличивает, как говорили, оп, ну, увеличивает, наверное, раза в два, возможно. Вот, ну, лупа есть. Можно так закрутить. Это тоже, вот, лупа двигается в 2 степени, ну, 3 степени свободы имеют, да. Таким образом шарнирчик двигается вверх, и плюс, если мы раскрутим нижний шарнир, то еще влево-вправо общая ось двигается. Ну, и, собственно, то же самое с этими крокодильчиками. Двигается как только можно. Вот. Когда разболтанная, потом мы фиксируем. Вот, после фиксации крокодильчик возможно покрутить влево-право. Ну, я имею ввиду, скажем, зажмем, да, вот плату коптера. Так вот зажмем, и мы можем ее крутить под разные углы, для того, чтобы было удобно паять. Ну, и, естественно, горизонтально мы тоже по отношению к этому шарниру можем поворачивать. Все то же самое относится к второму шарнирчику. И я думаю, что неискушенному любителю попаять лучшего девайса и не найти по причине того, что большее деньги тратить на это, ну, я не вижу смысла лично. Может быть, кто-то имеет, как бы, свое мнение. Ну, мое мнение такое, что за 6 долларов даже заказывать с того же Хобби-Сити абсолютно не стоит подобный девайс, поскольку это будет долго и затратно. А тут подшел в магазин, и за 6 долларов, за 45 гривен, грубо говоря, можно купить приличный девайс, который поможет поддержать в виде третьей руки, как третий глаз, поддержать устройство для пайки. То есть не устройство, а поддержать то, что мы собираемся паять. Вот как бы так.